В эфире выпуск целевого прогноза среды. Сегодня мы поговорим о паре Евро-Стерлинг. Со мной на линии для обсуждения этой пары Алехандро Зембрана, клиночный аналитик в DailyFX. Итак, в новом году, через три месяца, вы проглазируете уровень 0,78. Не могли бы вы прокомментировать то, как вы пришли к этому показателю? Я рассматривал данные по еврозоне и Британии. Уровень инфляции в еврозоне достиг циклического минимума лишь несколько месяцев назад. Инфляция еврозоны каждый год составляет 0,3%, и это заставляет нас ожидать действий со стороны ЕЦБ на заседании в декабре. Я считаю, что ЕЦБ примет какие-нибудь меры, что приведет к продолжению исходящего тренда по курсу Евро-Стерлинг. Так, движение будет в диапазоне 0,82-0,78. Недавнее падение цен на неочищенную нефть Брент и слабый спрос в еврозоне – причиной ожидать и дальше низкий уровень инфляции, что возложит давление на ЕЦБ. Является ли это одним из факторов вашего прогноза на полгода 0,76? Однозначно да. Это тот фактор, который ЕЦБ не принимал во внимание еще пару месяцев назад при определении направления своей политики. Падение в цене Брент удивило многих людей. В 2008 году цены на это сырье постоянно росли. Тогда рынки знали, что рецессия не за горами. Но ЕЦБ в тот момент решил поднять процентные ставки, чтобы сохранить текущий уровень инфляции. Сейчас мы находимся в очень похожей ситуации и нас ожидает масштабный спад. Цены на энергию снизятся в еврозоне, и это скажется на уровне инфляции в ближайшие несколько месяцев. Поэтому ожидание ЕЦБ того, что уровень инфляции увеличится в один момент, не оправдается. Так ЕЦБ, если не в декабре, то все равно в ближайшем будущем придется действовать. Через 12 месяцев вы прогнозируете уровень 0,74, что приведет к этой отметке. Итак, здесь есть две стороны монеты. Во-первых, я считаю, что уровень инфляции в еврозоне будет оставаться низким. Но при этом в Британии уровень инфляции должен немного вырасти, что повысит ожидание повышения процентной ставки. Почему курс не падает от отметки 0,74 мгновенно? Потому что Банк Англии прогнозирует снижение уровня инфляции в стране, плюс показатели экономики сейчас не так сильны, как были еще пару месяцев назад. Поэтому еще нужно дождаться сильных показателей в Британии. А это произойдет через 12 месяцев, согласно моим прогнозам. Спасибо, Алехандро, что были сегодня с нами. Дорогие зрители, следующий выпуск целевого прогноза вас ожидает в пятницу.